Всем привет! Вы смотрите мультобзор! Горячие новости из мира анимации! Сегодня в выпуске! Самый древний, самый высокий и самый блестящий! Здание рекордсмена из сериала Домики! Ух ты! Как красиво! Ничего себе! Самое вкусное со всех точек мира! Хозяин волшебной кухни делится секретами кулинарной географии. В Японии и Норвегии очень вкусно готовят рыбу, а в странах Востока и Средней Азии много-много разных сладостей. Всё это прямо сейчас! Только у нас! Только в мультобзоре! Смотреть всем! Маш, Маш, потом почитаешь. Да-да, извини, мне просто завтра доклад по географии издавать, а я всё никак тему не могу выбрать. Хм, а хочешь, я тебе подскажу? Давай, буду признательна. Мировые рекорды бывают не только в спорте. Хе, наш обозреватель Степашка нашёл пять чемпионов среди домов. Где нашёл? Где-где? В сериале Домики! Каждое здание из сериала Домики уникально. Но эти три – самые-самые. Пирамида Хеопса – единственное сохранившееся чудо света. И самое древнее из них. Этому архитектурному сооружению четыре с половиной тысячи лет. Как вам удалось построиться? А главное – так хорошо сохраниться! Ох, я такая древняя, что и сама не помню секрет строительства. А это Бурдж-Халифа в Дубае. Самый высокий небоскрёб на земле. Моя высота 828 метров. Во мне 163 этажа. А вот самый блестящий домик из Мьянмы. Он целиком покрыт золотом и украшен драгоценными камнями. Вы так ярко светите, я не могу смотреть. Вот, солнечные очки. Я пагода-шведогон. Ловлю очень много солнечных лучей и делюсь ими с другими домиками. Если бы среди зданий и архитектурных сооружений проводили Олимпиаду, эти бы точно получили золотые медали. Степашка, помедленнее, я записываю. Успела? Да, неплохой такой доклад получится. А может, к нему ещё и игру добавить, а? Игру? Какую игру? Кто где живёт. А она не сложная? Лёгкая, если посмотреть второй сезон сериала «Лео и Тик». Хм, угадай, откуда эта птица? Ой, это же весёлый казуар. Я помню эту серию. Только где его встретили Лео и Тик? Хм, с ними были друзья Каала. А Каала водится только в Австралии. Хм, молодец! Вот это логика. А где живёт вот такой зверь? Он пушистый и весь в снегу. Похоже, это обитатель Северного полюса или Антарктиды. Хм, ошибочка. Это тасманский дьявол, хищник с острова Тасмания. Просто он подружился с харзами и полетел вместе с ними в Антарктиду. Ладно, один-один. Хе-хе. А это кто? Ой, какой симпатяга. Это детёныш тюленя? Да. Их называют бельками. Но он-то точно живёт в Антарктиде. Правильно. И последняя картинка. Это просто. Жираф водится в Африке. Хм, три-один в твою пользу. Поздравляю с победой. Филя, спасибо за игру. Хе, всегда пожалуйста. А знаешь, какой ещё бывает география? Хм, какой? Кулинарный. У-у-у. Путешествуешь и ешь, да? Точнее, изучаешь кухни разных стран мира. Ах, как в сериале «Волшебная кухня». Именно. Хозяин волшебной кухни суперспециалист в этом деле. И я позвала его к нам. Вуаля. Ура-е-е-е. Маша, Филя, спасибо, что позвали. Рада с вами познакомиться. Расскажите, в какой стране самая вкусная еда? Мм, в любой точке мира найдётся что-нибудь вкусненькое. Любителям острова нравятся индийские, тайские и мексиканские блюда. В Японии и Норвегии очень вкусно готовят рыбу. А в странах Востока и Средней Азии много-много разных сладостей. Здорово. А русская кухня чем отличается от других? Квашенными, солёными и мочёными овощами, кашами и супами, блинами и пирогами. Традиционные русские напитки – квас, сбитень, морс и компот. Сладости – калачи, пряники и варенье. Ай, как интересно. И познавательно. Спасибо. Похоже, сегодня я напишу три доклада. А я приготовлю что-нибудь восточное. Восточное. Удачи вам. Зовите ещё в гости. Буду рад вам помочь. До свидания. До новых встреч. Что ж, а наш выпуск подошёл к концу. Не пропускайте мультобзор, если любите мультики так же, как и мы. До встречи на канале «Карусель». Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Пока-пока. 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 Продолжение следует...